«Познавая мир Достоевского, мы познаем себя». Именно эта фраза прозвучала на торжественном открытии выставки «Достопамятная осень», посвященной 200-летию со дня рождения великого русского прозаика, публициста и философа XIX века. И с этим нельзя не согласиться, ведь уже давно принято считать, что именно этот писатель – ключ в разгадке русской души. А потому на протяжении уже около двух столетий он остается самым читаемым, цитируемым и любимым. Стоит отметить, что интерес к творчеству Достоевского в Беларуси связан не только с его неповторимым литературным талантом, но и с тем, что история его рода уходит своими корнями на белорусское полесье. Для нас ценно, что Беларусь отмечает не просто день рождения великого писателя, но и является родиной его, ну родиной, да, истоком его исторического рода. В селе Достоево Ивановского района находится его родовое имение, в котором он, правда, ни разу не был, но тем не менее обязан этим названием своей фамилии. Он об этом всегда помнил, но, к сожалению, так ни разу у него не получилось здесь побывать. Выставка является итогом пленера, прошедшего в Ивановском районе, в огры городке Достоево, где и находилось имение рода Достоевских. Основную часть интересной экспозиции составляют пейзажи. На некоторых работах изображена церковь живоначальной троицы, но также здесь представлены произведения, тесно связанные с творческим наследием писателя, например, портретные наброски людей. Представленных работ много и каждая со своей изюминкой, ведь посещение родового имения Достоевского стало настоящим культурным путешествием. Достоевская школа – это удивительная школа, которая имеет музей школьный, знаете, настоящий музей с великолепными экспонатами, с такими удивительными историческими артефактами, что мы просто были удивлены вот этим богатством. Директор школы, большое ему спасибо, провел вот нам экскурсию, завез на место, где была усадьба, в общем-то, собственно, вот гнездо, родовое гнездо Достоевских, где вот мы буквально приложились к корням рода Достоевских. И затем мы приступили к самому кленеру. В экспозиции приняли участие 15 авторов, среди которых есть как члены Белорусского союза художников, так и те, кто делает свои первые шаги в искусстве. Среди них Карина Малахова, участница областного молодежного общественного объединения «Истоки творчества». Сам Достоевский – это значимый писатель в нашей культуре, и вообще корни их надо уважать. Мы решили, что… Очень замечательный повод для этого пленера. Я решила взять незамысловатый сюжет для пейзажа. Вообще я работаю в технике как акварель, так и масла. Но акварель ближе мне в душе, и я решила взять большой формат для деревенского пейзажа, простых деревенских домиков, пасмурной погоды. Честно говоря, я люблю действительно пасмурную погоду, поэтому для меня это был хороший как раз сюжет, и я решила его изобразить. Как итог – отличная работа, которая передает настроение знакового места. Стоит отметить, что каждый автор по-своему передал атмосферу имения рода Достоевских. Акварельная техника, графический портрет, масляная живопись – работ множества, и каждая из них обязательно привлечет внимание.